Вопрос далее от Алексея. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к деятельности Махно? Ведь эта фигура безусловно неоднозначная. Зачастую с экранов телевизоров ему приписывают негативный образ. Но все же в последнее время его как бы начинают реабилитировать. Его имя звучит в таких крупных проектах, как имя России, полководцы России. Сняли вот 7 лет назад художественный фильм про него. Но в то же время имя его остается нарицательным. Почему? Действительно он такой плохой? Или это до сих пор дают знать о себе оценки советской пропаганды? Дело в том, он не плохой и не хороший. Он человек своего времени. И как человек своего времени и идеологической подготовки, профессиональной управленческой подготовки, он действовал так, как понимал, необходимым и целесообразным. Нарастенность одна. А возможности оперирования в конкретной обстановке возможность что-то решить заставляла его идти на союз с разными людьми. Как хорошими, так и не очень хорошими. Были союзы ситуативные. То есть, это пример метущегося человека. Человек, который попал в горнило гражданской войны, и чьи долговременные интересы разошлись, в конце концов, с интересами страны. Почему он оказался во Франции? Вот если бы они, у него долговременные интересы сходились, а у него была достаточно серьезная возможность с тем же Михаилом Васильевичем Фрунзе наладить нормальный контакт, а не психовать по поводу того, что творил Тухачевский по отношению к тому же Махно. Ой, Тухачевский, это Троцкий. Это было бы другое. Ну вот, есть что есть. Что касается вообще же истории, надо нормально относиться к истории, надо ее изучать во всей полноте. Вот изучение, кстати, личности Махно может сейчас в значительной мере снизить меру кровавости всех событий, которые происходят на Украине. И будут расширяться. Вот если... Вот сейчас все стараются... Кто для красного словца, кто, чтобы покрепче звучало, говорят о том, что... На Украине идет гражданская война. И к вопросу она первый. А мы... Чем интересуют людей? А мы говорим единственное, пожалуй, что еще гражданской войны на Украине не идет. На Украине сейчас идет карательная акция по отношению к части населения с целью его полного уничтожения или же его перемещению в качестве беженцев куда угодно. Гражданская война еще на Украине не началась. Несмотря на преступления фашистов в Одессе, в Мариуполе. Она еще только зреет. И она вызревает очень быстро. Вот еще есть возможность превратить реальную антитеррористическую операцию, которую проводят повстанцы юго-востока страны против фашистской банды в Киеве. Превратить в освободительный поход. Вот это вот восстание превратить в антитеррористическую операцию и тем самым арестовать киевскую банду и навести весь порядок в стране. Вот вы думаете, что просто так, что ли, киевская банда на восток отправляет людей исключительно с запада, а при этом, когда люди погибают, стараются написать какое-нибудь, что типа от пневмонии там умер или шел, упал, очнулся, вернее не очнулся, уже и гипс накладывать не надо. Для чего они делают? Это они делают для того, чтобы раскачать запад и стравить запад с востоком. Вот тогда начнется полномасштабная гражданская война. Сейчас же есть сопротивление части народа тому, что их пытаются уничтожить. Почему сейчас Украина как бы более-менее свободна? Потому что под воздействием смрад люди уверены, что там либо какие-то боевики, либо вторжение какой-то России, либо что-то. То есть как бы защищается государство и поэтому сейчас не надо смотреть на легитимность вот этой киевской банды, вот этого новоизбранного в кавычках и без кавычков П-резидента, вот, без кавычек, Порошенко, мол, давайте все это отпустим, как бы сейчас не то, надо внешнюю агрессию отразить, но вот пока люди так думают, готовится полномасштабная гражданская война везде, которая захлестнет именно все общество, все слои. Сейчас оно территориально ограничено. И вот такого гражданского противостояния на юго-востоке, как такового, нет. Есть противостояние именно фашистской, карательной акции. Но гражданская война не за горами. Слишком быстро и все это идет. Слишком быстро. И полыхнет вот тогда, не дай бог, и будет гражданская война.